Всем привет! Сегодня 20 июля 2015 года. Надо признать, я почти забыла, что сегодня 4 месяца, как я в Австралии. Я сейчас в тренажерном зале, я после тренировки, поэтому я особенно не при параде. Я 2 часа оттренировалась. Ну, собственно, да, уже 4 месяца прошло, и я почти уже с этим не смирилась, что я здесь. И на самом деле сегодня я, сегодня с утра, еще до того, как я вспомнила, что прошло 4 месяца, я случайно открыла карту Москвы. Я поняла, что я стала забывать название районов и название станции метро московских. То есть то, что мне 10 лет казалось как само собой разумеющейся, ну, то есть стало потихоньку потесняться из моей памяти сиднейскими названиями. То есть чем больше я узнаю Сидней, тем, видимо, ну, то есть у меня вымещается, свободное пространство замещается. То есть Москва вымещается, Сидней заменяется. Ну, это странное ощущение. Вот я как уже говорила, что я воспринимала это как должное, а сейчас уже это не как должное. И, да, это странно, но, наверное, так и должно быть, потому что мозг автоматически, как это, сортирует то, что мне нужно каждый день, а то, что мне не нужно каждый день. Я почти перестала читать российские новости, ну, то есть как-то даже такие важные там какие-то события, потому что мне даже не то, что не интересно, а не важно, что ли, что становится. Вот. Да, ну, сейчас у нас, в общем, зима здесь, и, наверное, Hard Candy это единственное место, где мне не холодно. На самом деле в офисе плохо. Но, в общем, после тренировки мне вообще-то жарко, поэтому мне здесь нравится. Здесь они работают допоздна, здесь народу всегда много, здесь есть воды всегда в достаточных количествах. Мне просто, собственно, ничего и не надо. Вот. Так у меня все хорошо. Мне даже, мне кажется, моя любимая колена становится получше. Я надеюсь, что... Ну, то есть я не бегаю, поэтому, наверное, становится получше. Я надеюсь, что все будет хорошо. И когда оно у меня пройдет, я буду бегать меньше и, наверное, медленнее, потому что это не стоит того. Вот. Еще у меня в воскресенье будет... У нас корпоративный, как бы, элемент, в общем-то, как бы, забег по стадиону. То есть это не забег по стадиону, как вот, знаете, Лужники, например, есть, а там есть 400-метровый круг. Нет, это не такой забег. Это будет забег по ступенькам вверх-вниз, вверх-вниз. То есть стадион, представляете, такой круглый, такой круглый. И вот если вы... Мы учимого сектора... Вот так вот по секторам вот так будем оббегать вверх-вниз, вверх-вниз, то есть по ступенчикам. В общем, число ступенек 6200. Два стадиона, расположенных рядом. То есть один так пробегаешь, пробегаешь, пробегаешь. Выбегаешь на улицу, пробегаешь к соседнему. И по второму так же с мечкой бежишь. В общем, говорят, это занимает, ну, час, то есть час, может быть, час 15, за 45 минут прибегать. Вот. Я правда не люблю ступеньки, но я надеюсь, что пешком я хотя бы дойду. Вот. Но, в общем, интересно, потому что в прошлом году у нас ребята с работы бежали. В этом году я и еще одна девочка в этом участвуем. Но это будет, в общем, интересно, так что... Если я выживу, я... Может быть, я даже набегу, сниму что-нибудь. Это будет очень интересно. Если я буду так... Уже 4385 ступенькой, я умираю. Вот. Ну, наверное, это будет забавно. Я рассчитываю, на самом деле, вверх пешочком, ну, то есть там 20 ступенек вверх пешочком, а вниз уже бегочком. В общем, я думаю, что все будет нормально. В общем, ладно. Ну, так, в общем, да. 4 месяца. И... Да, на самом деле, не страшно здесь. Правда не страшно. И... Ну, я даже не могу выразить. Многие боятся ехать. Многие придумают причину, почему не ехать, почему отложить поездку. Чем вы дольше оттягиваете, тем вы себе... Как это называется? Ну, вы себя задерживаете. Он сейчас сразу приехать не мучиться. И... Ну, все эти сборы, подготовки... Ну, как можно быстрее лучше сделать, приехать. Потому что, правда, вот несколько человек, кого я знаю, собрались месяц, ну, два, и все здесь. И никто не жалуется. Вот эти сборы, они только... Как это называется? Затягиваются. Вот. И те, кто, ребята, в скором времени приезжают, через две недели, через месяц, через два... Не бойтесь, правда. Здесь все хорошо. Если что, мы поддержим. Здесь у нас целая община русская такая небольшая. Правда, не страшно. Не переживайте. Все здесь люди, все здесь очень добрые. Это не Россия, поверьте. Все вам помогут. И здесь реально очень... То есть все по-другому. Вот. Так что вот такие мои четыре месяца... Да. Почти все эти четыре месяца я хожу в хардкене ровно с 1 апреля. Так что вот. Я решила, что это знак. Вот. Так что все нормально, все хорошо. Не переживайте. У меня все хорошо. И у вас все будет хорошо. И те, кто приедет сюда, тоже все будет хорошо. Вот. Ладно. Всем счастливо. До новых встреч.